То есть гадрутские все убежали, оставили техники, танки, автоматы, форму, все что было. Они оставили гадрут и убежали. Нас привезли в Красный базар. Два дня мы были в Красном базаре, держали оборону. После этого нас отправляют в город Степанакерт, в госпиталь военный. Сказали, помогайте там. Много работ, люди не успевают, не могут. То есть в день привозили по 100-150 раненых, из них 30-40 умирали на месте. По телевизору передавали информацию, что вроде бы в день умирают 17-20 человек. Это все неправда. В день умирало по 200-300 человек. Мы сами это видели. Сами упаковывали, отправляли. Отправляли в судебную медицинскую экспертизу. Были люди, привозили ноги, была только голова, были только руки. В этот же вечер привозят человек 500 из Джабраила. Ереванские пацаны все, плюс наши добровольцы. Мы их размещаем в школе и в зале торжеств. На следующее утро, полпятого, начинается бомбежка. Сначала снаряд попадает в школу, потом в зал. Ребята в машинах, то есть спать было негде. Столы были, они в машинах остались. Снаряд попадает в машины. Мы бежим, чтобы помочь. Не получается. В машинах взрываются патроны. Узнаем, где их командир базируется. Заходим в дом. Командир сидит за столом. Стол накрыт. Шашлык, мясо жареное, водка. Полностью пьяный. Просим у него помощи, чтобы он помог. Он говорит, я ничем не могу помочь. Что хотите, то и делайте. Мы возвращаемся. Половину вытаскиваем людей, парней. Остальных уже ждем, когда патроны прекращают взрываться в машинах. Подходим, а там уже вытаскивать нечего было. Все сгорели полностью. До тла, до костей. Даже были люди, кто за ручку держался. Вот так и остались они. После этого человек 100-150 где-то осталось. Убежали в лес. Так как я оттуда, я эту местность хорошо знаю. Они полностью воевали артиллерий. У нас была установка сначала ГОП. С первого дня. Но азербайджанцы полностью эту установку за 2-3 дня уничтожили. Ихние беспилотники спокойно крутились над Нагорно-Карабахской республикой. С утра до вечера. Не сбивали их даже. У нас снарядов не было. Это... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова